МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. В геометрической прогрессии. Сумели увеличить производительность практически в два раза. Как расширение производств на жизни города отражается. Подавать горячим. Голод, он так замерзает. Быстрее, 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 быстрее. Когда по центральным улицам города можно будет проехать с ветерком? Особый путь. Эта система будет единая, для всех, скажем так, доступная. Какие объекты Тюмени лягут в основу международного туристического маршрута ЮНЕСКО? О заметных историях, интересных людях и профессиях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Тему развития транспортной инфраструктуры обсудят в среду в Новосибирске. Там состоится госсовет под председательством Владимира Путина. По опыту улучшения дорожных условий в области поделится и Владимир Якушев. В нашем регионе активно строятся мосты и развязки, ремонтируются трассы. Причем не только местного, но и федерального значения. Например, в северном направлении до конца этого года в порядок приведут более 212 километров. Развитие транспортной связи между Ямалом, Югрой и Тюменской областью в приоритете не первый год. Владимир Якушев лично ратовал за реконструкцию автотрассы Тоболь-Сургут и расширение железной дороги Тюмень-Новой Ренгой. Последнее вызвано постоянно растущим объемом грузоперевозок. По прогнозу в ближайшие пять лет он увеличится с 9 до 12 миллионов тонн. Конечно же не может не радовать то, что в течение этого года перевозки выросли уже на 24%. Это опять же говорит о том, что экономика не стагнирует, экономика развивается, потому что не было промышленной продукции, объемы бы эти не росли при перевозках на железный газ. Усилится нагрузка на Тюменский железнодорожный участок и при строительстве северного широтного пути. Он протянется на 700 километров. Его главной задачей станет доставка газоконденсата до местной переработки. Если углеводороды транспортировать по трубопроводу, то по пути можно утратить их уникальные качества. От инженерных технологий напрямую зависит и дорожная ситуация в городе. Так, из-за ремонтных работ на профсоюзном мосту и улице Республики даже в ночное время фиксируют серьезные пробки. И это жители областного центра беспокоит. На портале Тюмень наш дом ремонт дорог самая обсуждаемая тема. В ней попыталась разобраться Людмила Чепурных. На профсоюзном мосту пробки от заката до рассвета. Это самые длинные, когда идут дорожные работы. Приступают к ним примерно в 7 часов вечера. Час на прогрев техники, остальные 10 на укладку еще горячего асфальта. Остужать его нельзя по технологии. Полосить будет, тащить ему. Толщина будет падать ему. Все взаимосвязано. Холод, он так замерзает. Быстрее, быстрее, быстрее. Этот асфальт приготовлен по специальным рецептам. Немного щебня, битумы и целая смесь добавок. Такой коктейль, особенно в холод, требует от дорожников двойных сил и скорости в работе. Зато уже через полтора часа после укладки покрытия по нему можно смело ездить. Срок службы до пяти лет, но при одном условии. Во время работ не должны мешать ни дождь, ни автомобилисты. Если заезжают, грубо говоря, получается брак. Это остается колея, следы от покрытия, плюс вырывают вот эти щебни. В общем, очень нежелательный такой фактор. Шум техники не смолкает ночью и на улице Республики. Здесь рабочие демонтируют колодцы. Днем их оставляют открытыми не случайно. В среднем на обустройство каждого колодца уходит три дня. А в первые, как это видно, сейчас делают рабочие. Они разбирают дорожную поверхность, а после установят сами люки. Уже на следующий день сюда приедет другая бригада и будут заливать бетоном. Всю ночь они будут стоять и набирать прочность. А уже на третий заасфальтируют. За каждый раз рабочие восстанавливают примерно 14-16 колодцев. А их только на улице Республики 160. Такую технологию дорожные рабочие вывели методом проб и ошибок. Если крышки люков установить до укладки асфальта, то они, как и решетки ливневок, превратятся в дополнительные препятствия. Тогда совершенно невозможно сделать будет ворона. То есть будет тогда вокруг каждого колодца какие-то провалы. Потому что асфальт еще не сформирован. И если делать это сразу на горячем, хорошо не сделать никогда это точно. Подобные работы идут не только на Республике. Таким же способом колодцы оборудовали на Володарского, Первомайской, профсоюзной и не только. В общем, на тех улицах, где этим летом полностью заменили дорожное полотно. По главной же магистрали Тюмени, от Мельникази до моста влюбленных, проехать с ветерком можно будет уже в конце этой недели. Людмила Шпурных, Александр Изосимов. Тюменское время. Где еще идут дорожные работы в городе, вновь подскажет наша рубрика «Теленавигатор». Итак, в среду затор может образоваться на Володарского. Постарайтесь обижать участок от площади борцов революции до Симакова. Также советую исключить из своего маршрута и улицу Челюскинцев. Кроме демонтажа колодцев, там идет благоустройство тротуаров. Снизить скорость придется и на 50 лет октября. От холодильной до Максима Горького частично меняют дорожное полотно. Подобная картина и на Бориса Щербины. Жителям микрорайона придется постараться, чтобы выехать на Широтную. Сверяйтесь с теленавигатором и не теряйте время в пути. И еще несколько слов о развитии городской инфраструктуры в традиционном обзоре событий. Мои коллеги, коротко о важном. Тюменцам предлагают создать новые автобусные маршруты. Свои предложения жители областного центра могут оставить на сайте Гуртранса или передать диспетчерам горячей линии ведомства. Ограничений в выборе пунктов отправления и назначения нет. Единственное условие – общественный транспорт не должен миновать новую развязку на монтажников. Изменение существующих маршрутов не совсем целесообразно, потому что жители, пассажиры привыкли ездить и пользоваться теми маршрутами, которые уже сейчас есть, и изменение их повлечет недовольство. Поэтому мы предполагаем запустить новые маршруты. Завершить опрос населения и определиться с новыми автобусными маршрутами в Тюмень-Гуртрансе намерены к концу ноября. В Тюмени на один благоустроенный двор стало больше. У дома 27 на улице Луначарского теперь нет нагромождения гаражей. Их заменила просторная асфальтированная парковка. Также обновились тротуары, освещение, установлены малые архитектурные формы и детская игровая площадка. Но самое главное – во дворе наконец-то появилась дренажная система. Сделано две дренажные системы, два дренажных колодца. Их вполне хватает на весь двор для того, чтобы соврать любую воду. И вы видите, три дня шел дождь, воды во дворе нет. В планах управы Калининского округа до конца года закончить благоустройство 15 дворов. Работы совмещены с ремонтом многоэтажек. В сотне из 250 нуждающихся он уже выполнен в 2014 году. В Тобольске готовятся к открытию новой мечети. Специально для нее в Нагорной части за лето построили дорогу, проложили тротуары. Сейчас идет благоустройство территории. В будущем на ней откроют медресе и магазин мусульманских товаров. Из областного бюджета было выделено 12 миллионов на основании этих денег. А в этом году, значит, нам городская администрация выделила на благоустройство 5,5 миллионов и делала парковку. В длину 125 метров, в ширину 20 метров. Вот посчитайте. На сегодняшний день, я думаю, что это одна из самых больших парковок в городе Тобольске. Вторая по счету мечеть в городе рассчитана на 600 верующих. Большая часть средств на ее строительство выделена из бюджета. Остальные деньги – пожертвование табаляков. Выделяет деньги Тюменская область не только на благотворительные цели, но и на развитие индустриального сектора экономики. Только в этом году на получение господдержки заявились 24 крупных промышленных компаний региона. Производители собственной продукции на особым счету. Ольга Коренева о том, как бюджет предприятиям «Строить и жить» помогает. В этих огнедышащих печах закаляются гранулы керамзита. Из него формируют блоки для фундаментов зданий и другую строительную продукцию. За качество изделий отвечают настоящие профессионалы. Андрей работает в цехе горячей сварки. Через его руки проходят все кованые элементы – ворота, козырьки и калитки. Свою специальность он выбрал сознательно. Нравится делать что-то своими руками. Профессия достаточно творческая. Можно из куска металла сделать красивую вещь. От нас полностью зависит, какое изделие выйдет с предприятия. Самые ходовые образцы продукции завод не раз представлял на строительных выставках. Абсолютно вся продукция рассчитана на бюджетный вариант. То есть это продукция широкой доступности. Уверенные позиции на рынке. Уже 4 года предприятию помогает сохранять областная программа господдержки. 6 миллионов рублей – вполне серьезная помощь. Денежные средства были направлены на пополнение оборотных средств и на приобретение достаточно дорогостоящих единиц, как техники, так и оборудования. С помощью лизинговых платежей примерно гасится около половины стоимости этого оборудования, что достаточно выгодно для предприятия. Мы за короткий промежуток времени оснастили новейшим газовым оборудованием с минимальным газопотреблением. За счет этого мы сумели снизить себестоимость выпускаемой продукции. Сумели увеличить производительность практически в два раза. Если мы выпускали 900 кубометров, то мы на сегодняшний день выпускаем 1550-1650 кубометров в сутки. Именно в этом главная задача бюджетных программ – поддержать местного производителя, создать новые рабочие места и сделать востребованный продукт доступным для людей. Общей сложностью господдержку в этом году получили более 20 тюменских промышленных предприятий. Ольга Коренева, Сергей Мякишев, Тюменское время. Увидеть мир своей мечты. Все блага большого города уместились всего в одном жилом комплексе. Пионер еще не достроен, но будущие новоселы уже присматриваются к своим квартирам. Александра Сосновская далее. Жилой комплекс «Пионер» распахнул свои двери. Желающих побывать на строительной площадке оказалось более 400 человек. Пришла взглянуть на свою новую квартиру и семья Родионовых. Мы наглядно смотрим, что происходит, процесс как идет, то есть все в порядке. Уже хочется быстрее сюда заехать, делать ремонт, сделать все по своему вкусу, все обуютить и уже жить. Парковка рядом, садик здесь тоже рядышком, школа. То есть на будущее нам очень удобно. До работы мне и мужу тоже очень удобно добираться. В микрорайоне ММС удобная транспортная развязка, а наличие парков и озера Липового делает его еще и экологичным. О комфорте застройщик позаботился и при формировании внутренней инфраструктуры комплекса. Для жильцов оборудуют три детских площадки и вместительный паркинг. Двор будет закрытым под видеонаблюдением, а значит безопасным. Хорошим дополнением станет современная система сбора мусора, комплекс по очистке воды и полный спектр телекоммуникационных услуг. Мы строим дом, который по насыщению является комфорт-классом, а продаем его как эконом. Это и есть изюминка. Девиз нашей компании – мы строим мир вашей мечты. Вот мы и хотим прийти в этот город именно с этим девизом. И те проекты, которые мы делаем, они действительно должны быть мечтой. В пятиподъездном кирпичном доме 191 квартира. Выбрать подходящую теперь можно прямо на объекте. Здесь же работает офис продаж. Александра Сосновская, Артем Суханов. Сюминское время. Это точнее. Спасибо, что остаетесь с нами. Отстоять свое право на труд. Пока одни перебирают вакансии в поисках лучшей доли, инвалиды, по слуху, буквально выпрашивают в центрах занятости хоть какую-нибудь работу. Анастасия Лизаревич задалась вопросом, почему так происходит, если из ситуации выход. Ребенка зовут Женя. На фотографии любимый сын. Шестилетнего Женечку надо одевать и кормить. А еще и старшая дочь, десятиклассница Олеся. Плюс ежемесячные коммунальные платежи, квитанции за детсад и извечный вопрос. А как нам жить тяжело? У нас двое детей. Я по три тысячи плачу в детский сад, в школу. Нам не хватает пенсии. Очень тяжело. Много платья, много. Он по образованию токарь, но готов быть и дворником, и грузчиком. Она швея, но согласна на должность уборщицы, гардеробщицы и санитарки. Но уже несколько лет Сергей и Наталья не могут найти даже копеечную работу. Я постоянно в центре занятости говорю, что вакансии, которые они предлагают, они не подходят для грузчиков. Потому что работодатели начинают кидать трубки. Глухой кидают. Это бесполезно. Трудоустройство для глухих инвалидов – проблема номер один. Из тысячи членов общества всего 50 человек получают зарплату. Работодатель бракует особого сотрудника еще на этапе резюме. А ведь это прямое нарушение закона. Конституция гарантирует нам право на труд. А третья статья Трудового кодекса запрещает дискриминацию по особенностям здоровья. В этом случае они вправе обратиться в суд и обжаловать решение работодателя об отказе в судебном порядке. Жалобы от инвалидов в инспекцию по труду поступают постоянно. Ущемление прав, неприлично низкая зарплата, а чаще ее задержка. Открылась в 2012 году, в октябре месяце. Чтобы не выпрашивать зарплату у работодателя, Алена Колбинева решила работать на себя. Получила от департамента соцразвития по программе самообеспечения 70 тысяч рублей подъемных. Взяла пару кредитов в банке и стала хозяйкой магазина. И это при том, что Алена инвалид третьей группы. После тяжелой болезни едва не лишилась руки. Под блузкой имплантата и страшных шрамов не видно. Терпение и труд все перетрут. Нужно терпеть эти трудности, неудачи. Нужно терпеть, нужно не опускать руки. Нужно жить дальше. Жизнь продолжается, жизнь хороша. Но и должна быть поддержка близких. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных. Тюменское время. Дополнительные рабочие руки не помешают и в Амутинском районе. Местные аграрии расширяют производственную базу. Так, в хозяйстве Бизон решили довести поголовье мясных коров до 3000. Первая партия французских гирефордов алтайского происхождения уже доставлена в район. Остальной скот привезут до конца года. К этому времени будет достроена откормочная площадка и убойный цех. Убойный цех. Естественно, он будет оказывать услуги не только данному предприятию, но и предприятиям, которые есть у нас в районе. Мы предполагаем, что здесь будет первичная обработка, переработка. Это полуфабрикаты, вероятнее всего, ну и охлажденка, и глубокая заморозка. В результате в Амутинском районе появится вертикально интегрированное производство. Молоко в Бизоне получают, мясо тоже. С завозом гирефордов будут и мраморные стейки. Кушать тюменцы точно будут вкусно и полезно. Главное не переусердствовать с дозировкой тех же животных жиров. И вот здесь стоит прислушаться к людям опытным. В том, сколько стоит употреблять в пищу тех или иных продуктов, уже неплохо разбираются клиенты центра доктора Гаврилова. Им бы даже вегетарианцы позавидовали. Они едят практически все и при этом остаются стройными и довольными жизнью. Некоторыми секретами хорошего самочувствия с нами пришел поделиться Владимир Громов. Здравствуйте, Владимир. Ну вот давайте начнем с вопроса, благодаря чему вам удается себя в форме держать. Полностью это комплексный подход. Это не то, что диеты. Здесь нет диет. Здесь не надо изнурять себя спортом. Не надо пить какие-то добавки, при которых снижаешь вес. Именно здесь, когда что произошло, что именно объяснят и покажут, как надо жить в свободе. И именно что самое важное, нужно обратиться к специалистам. Но вот вы почему решили обратиться к специалистам? Вес лишний мешал как-то вам? Ну, конечно, мешал, потому что изначально я довел себя, у меня был вес 145 килограмм. Действительно, я уже сидел неподъемный возле телевизора. Когда я увидел, что проходит реклама, да, и говорят тебе, есть такой центр, позвоните по номеру 612-008. Я тут же что сделал? Я не стал думать, я просто взял и позвонил. Которые некоторые люди начинают мечтать, чего-то еще. Просто надо делать и действовать. Вес сам по себе не уйдет. Все проходит быстро, эффективно. Да, я в течение полгода килограмм 30 сразу скинул. Потом я потихоньку-потихоньку, это было не сразу. Более 6 лет я держу вес и живу свободно. Но вот сейчас какой результат ваш? Ну, минус 50 килограмм. Я как-то в том весе, в каком я хочу находиться. То есть сейчас удерживаете его уже? Да, я удерживаю, и я как-то даже не думаю ни о чем. Что я хочу, я питаюсь. Спортом я занимаюсь, я свободно. Я себя не изнуряю, что нету, что этом хочу, не хочу. Я все ем, хочу ем, хочу сало, сало ем, хочу пирожное, пирожное. Я сам выбираю, что мне нравится, то я ем. У меня нету запретов. Вот сейчас, когда вы удерживаете уже достаточно долго хороший результат, специалисты поддерживают? Обязательно. Что бы то ни произошло, хорошо ли мне, плохо, я всегда звоню. Я не стесняюсь. Если где-то что-то, какой-то срыв произошел, я не знаю. Я не иду к соседям, у которых вес за 100 килограмм. То есть я звоню, консультируюсь. У меня что-то, я стесняюсь. Какое стеснение? Это твоя личная жизнь. Позаботься о себе. Так что советчиков много. Вот такой последний вопрос. Потеряв ненужный вес, что приобрели? Как жизнь поменялась ваша? Да как? Я жил в маленьком городке, там, верхняя солдата. У меня был вес. Я ходил, как и все, на работу. Сейчас я переехал в другой город, у меня открылся новый бизнес. Зарплата увеличилась. Личная жизнь наладилась. Давление, здоровье на хорошем уровне. Все, везде путешествую, отдыхаю. Жизнь полностью радикальна. И когда встречаешься с клиентами, вот в центр приходишь, действительно, у всех вырываются доходы, поднимаются. Спасибо вам большое за примеры. Я вам желаю удачи и всего доброго. До свидания. Присоединиться к клубу стройных может любой желающий. Успевайте записаться до 21 октября. Проложить особый путь. Самые интересные достопримечательности Тюмени войдут в международный туристический маршрут ЮНЕСКО. Что уже сейчас областной центр готов показать всему миру, расскажет Наталья Жукова. Это здание на улице Щербакова имеет давнюю историю. Двухэтажный особняк построен еще в 19 веке тюменским купцом Филимоном Степановичем Калмогоровым. Вот уже несколько лет в здании располагается центр татарской культуры. И его представители уверены, о дворце должны узнать все. Такая возможность скоро представится миру. Фонд Содружества составляет перечень наиболее интересных объектов Тюмени, которые войдут в международный туристический маршрут ЮНЕСКО, мировое культурное наследие, диалог культур, диалог цивилизаций. Будут представлены международные маршруты практически каждой страны. И эта система будет единая для всех, скажем так, доступная. И находясь в любой стране мира, любой гражданин может посмотреть и уже получить достоверную информацию о том или ином городе, о том или ином объекте. Все направления можно будет найти в интернете, а кроме того, в печатном варианте. И подобных книжных изданий, как и маршрутов по Тюмени, будет несколько. Причем в них войдут не только исторические издания, но и объекты культуры, образования и спорта, которые любят тюменцы. Маршрут будет пополняться, он будет развиваться, он будет формироваться по направлениям, по кластерам, по интересам, по возрастным группам. То есть для молодежи это будет предложен один маршрут, для людей, скажем так, науки это будет другой маршрут. В первый маршрут наверняка войдут набережная и мост влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, архитектурно-строительный университет, а также главное место встречи гаража. На Цветном бульваре находится множество любимых гаражанами объектов. Например, и недавно появившийся золотой пони. Причем, говорят, уже существует легенда. Эта трудолюбивая маленькая лошадка может исполнять желание. Нужно всего лишь ее погладить. Презентация первого туристического маршрута ЮНЕСКО по Тюменской области состоится уже в октябре. А затем фонд планирует разработать еще несколько направлений. Причем не только по Тюмени, но и по другим городам края. Тобольску, Елутаровску и Ишиму. Наталья Жукова, Леонид Ализаревич, Тюменское время. Династия Богдасаровых намерена задержаться в Тюмени до 19 октября. Но не просто так. В программе «Планета 13» артисты обещают показать трюк, на который не решались ни в одном цирке мира. Все подробности у Марии Ряниной. Это не огонь или вода, хотя смотреть на то, что происходит на Манеже, тоже можно вечно. На арене все жанры классического цирка. Отточенные трюки воздушных гимнастов, настоящий праздник смеха от клоунов и ловкость рук жонглеров. Каждый номер уникален сам по себе. А все вместе сказочная, даже мистическая «Планета 13» под руководством Артура и Карины Богдасаровой. Я очень люблю своих артистов, которые у нас работают в нашей программе. Просто с огромной радостью всегда смотрю и восхищаюсь, и получаю удовольствие. Поэтому я думаю, что зритель Тюменский, который приходит на это представление, тоже получит колоссальное удовольствие. Каждый номер сотворен титулованными звездами арены. У всех у и моноград, включая самый престижный приз фестиваля в Монте-Карло. Второе отделение полностью посвящено выступлению тигров династии Богдасаровых. От девяти огромных кошек зрителей почти полчаса отделяет лишь металлическая решетка. Животные Артура и Карины настоящие хищники, так что шоу получается на грани фола. Кстати, Богдасаровой привезли к нам кое-что совершенно новое, чего еще ни один зритель в мире не видел. И именно в Тюмени у нас как-то получается так, что мы будем выпускать молодежь. Вот если вы обратили внимание, вот на этой части барьера лежало два тигра, которые вообще ничего не делали. Это вот молодые кошки наши, которые вот потихоньку начинают становиться артистами. Посмотреть на хищную молодежь и восхититься работой уже маститых тигров можно до 19 октября. По субботам и воскресеньям в 12 и 16 часов. Мария Ирянина, Алексей Безделов. Тюменское время. На этом у меня все. Будьте в курсе событий, а мы расскажем о них точнее. До свидания.